Вчера Верхотурский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы виновника автокатастрофы, получившей широкий резонанс чуть ли не федерального масштаба, потому как жертвами стали две молодые и яркие актрисы, которых знал и любил весь немаленький город Краснотуринск. Напомним то, о чем мы не раз подробно рассказывали. Пазик, принадлежавший Краснотуринскому театру «Кукол», с 16 его актерами поздним вечером в субботу 1 октября прошлого года возвращался с гастролей в Первоуральске. Отыграв свой последний спектакль «Малыш и Карлсон», домой ехали 37-летняя Кристина Шварц, она на фото в зеленой шапочке, и позади нее в красной 25-летняя Юлия Арабей. Обе, как видите, у самых окон по левому борту, что и стало роковым устоятельством. Выехали они из Первоуральска около 10 вечера, примерно в то же самое время, когда из Серова, разгрузившись там, 51-летний водитель тягача «Ман» с полуприцепом ООО «Молочная благодать» тоже поехал домой в Кушву, которую покинул с грузом молочки в 6 вечера. То есть за баранкой провел всего 3 с небольшим часа. Встретились они на Серовском тракте неподалеку от Новой Ляли. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в суде гособвинитель доказал, что, цитата, «В период времени с 22 часов 40 минут до 23 часов 1 октября 2020 года осужденный управлял грузовым автомобилем марки «Ман» оборудованным прицепом. Во время движения по трассе город-Серов в город Екатеринбург между 288 и 289 километрами осужденный, проявив преступную небрежность, отвлекся от управления транспортным средством и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом марки «ПАЗ». Конец цитаты. Его водитель сумел увернуться от лобового удара тягача, но тот все же врезался в левый борт пазика. Прямо туда, где сидели Юля и Кристина. Они погибли на месте еще до того, как примчалась скорая. 21-летний актер Егор Старцев, сидевший рядом с Кристиной, с травмами головы и шейного отдела позвоночника, был госпитализирован в больницу Новой Ляли на скорой, чей фельдшер ровно в 11 вечера как раз и известил полицию о ДТП на 289 километре и о двух погибших. Обе актрисы были замужем. У Кристины остался сиротой сын, которому за две недели до трагедии исполнилось 10 лет. Кукольный театр явление настолько специфическое, что у нас в стране их значительно меньше, чем субъектов федерации, которых 89, а кукольных театров чуть больше полусотни. Из них два десятка приходится на Москву и Санкт-Петербург. А в 50-тысячном моногороде Краснотуринск такая же мчужинка имеется, и город этим гордится не менее, чем золотом и алюминием. Немудрено, что дождливым октябрьским днем в последний путь Юлию и Кристину пришло провожать огромное количество земляков. 51-летнего водителя МАНа, по своему разгильдейству угробившего двух звездочек, судили по статье 264-й части 5-й, это до 7 лет лишения свободы. Он полностью признал свою вину, принес свои извинения близким погибших. Судимости до этого не имел, как водитель в ГАИ среди злостных нарушителей не числился. То есть не злодей, в общем-то, хотя и виновен безусловно. Учитывая все это, Верхотурский районный суд приговорил его к трем годам колонии-поселения. Ну а тогда, в первых числах октября прошлого года, когда хоронили молодых актрис, свое письмо с соболезнованиями в Краснотуринский театр «Кукол» прислал народный артист Александр Калягин, председателя Союза театральных деятелей России, с такими словами. Какое огромное горе, как тяжело, как невозможно его пережить. У них были семьи, у Кристины остался сын. Краснотуринский театр «Кукол» сегодня потерял двоих коллег. Артист Егор Старцев с травмами доставлен в больницу. Дай бог, чтобы артист восстановился, на это потребуется много времени, сил, терпения. Я знаю, никакие слова утешения не помогут. Не вернут родным, близким, коллегам Кристину и Юлю. Память об этих прекрасных юных актрисах останется навсегда в сердцах всех тех людей, кто знал их и любил. Светлая память. Конец цитаты.